Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Беседы у окна». Меня зовут Алексей Логутин. Ну а сегодня у меня в гостях потрясающий гость. Замечательный человек, артист, музыкант, художественный руководитель. В общем, обо всем поговорим. Итак, друзья, сегодня народный артист России Владимир Девятов. Здравствуйте, Владимир Сергеевич! Здравствуйте, Алексей! Рад вас приветствовать здесь у нас. Спасибо вам за приглашение. И я хочу, поскольку уж попал в студию Воденцова, приветствовать всех жителей города, пожелать вам всем здоровья, обязательной любви, потому что на этом деле все дело и строится наша жизнь. Ну и удачи вам во всех ваших начинаниях. Где бы вы ни были, живущие в Оденцово – это самые лучшие люди в Московской области точно. Потому что я рядышком с вами живу и частенько бываю у вас по разным причинам. И сегодня у нас хорошая причина. Мы сегодня у вас на телевидении. Ну и, конечно, дорогие друзья, для хорошего настроения, для самого начала программы, смотрим, слушаем, поет народный артист России Владимир Девят. А над речкой, по над полем ветер молотой, Поклонился хлебом, солью празднику долой. Как вино простых ромашек песня хороша, И гуляет нараспашку русская душа. Гуляй, Россия, гуляй красиво, А мне по сердцу парадет твой. Кому назовисть, кому надива, Гуляй, Россия, гуляй и пой. Кому назовисть, кому надива, Гуляй, Россия, гуляй и пой. Чедрый стол накрыт, богато удали размах, И парит душа крылатом на семи ветрах. Всем друзьям тут хватит места, некогда тужить. Будем вместе, будут песни, значит, будем жить. Гуляй, Россия, гуляй красиво, А мне по сердцу парадет твой. Кому назовисть, кому надива, Гуляй, Россия, гуляй и пой. Кому назовисть, кому надива, Гуляй, Россия, гуляй и пой. Дорогие друзья, это «Беседы у окна», и сегодня у меня в гостях Владимир Девятов. Владимир Сергеевич, хочется мне все-таки, знаете, начать разговор с... Мы с вами встретились на улице, давайте так раскроем. Да, мы встретились у магазина. У магазина. Но у винного, да. Нет, не у винного, у магазина мы встретились, но у продуктового, в общем, у торгового центра, на улице. И я, конечно, тоже был ошарашен. Я, конечно, понимаю, что народные артисты тоже люди, тоже ходят по магазинам, живут своей жизнью. Тем не менее, как у вас, скажите мне, хватает времени и сил на все, чем вы занимаетесь? Потому что у вас семья, о которой мы тоже поговорим чуть позже, у вас целый центр, у вас огромнейшие коллективы, у вас концерты, у вас гастроли. Еще у меня диссертация, и бог знает, чего у меня только нет. И школа музыкальная у нас здесь, в нашем центре. Да как, очень просто работаем. Я по первому образованию человек военный, поэтому у меня все по полочкам, все по графикам. Я знаю, когда, что, где, и стараюсь как-то успевать, короче говоря. Пока это удается, слава богу. Ну, бывает тяжеловато, когда из одного места в другое, с одного концерта на другой, бывает, что тяжеловато. Ну, ничего, выдерживаем, ничего, слава богу. Дунный снег, звездный лед, Как во сне коней полет. Под морозной синевой, На дороге столбовой, Дальней стрела по степи пролегла, Как слеза по щеке. И только топот запыт, Только песня летит О замерзшем степи ямщике Ла-ла-ла-ла-лай, Ла-ла-ла-лай, 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 И только топот копыт, Только песня летит О замерзшем степи ямщике В жизни каждого человека Есть все-таки какие-то моменты, да, вот, Ну, к примеру, я не знаю, день рождения, Особенно, когда старше становишься, Уже, ну, не такой праздник, Уже день рождения уже не в хайпе, да. Уже не праздник, да, И время какие-то итоги подводить. А не, рано еще. А уж, нет, ну, какого-то промежутка времени. А, это да. Какого-то промежутка. Вот год прошел, и думаешь после дня рождения. Как же год прошел? А как же он прошел? А что же я там сделал, а чего не сделал? А в жизни любого артиста, да, Есть тоже какие-то, ну, знаковые все-таки периоды, После которого хочется подвести какие-то итоги И понять, чего добился, чего спел, чего сделал. У вас грандиозная дата состоялась. Вы 35 лет на сцене. Ну, я за свою уже, теперь можно сказать, Долгую творческую жизнь перепробовал все, что угодно. Чисто классический вариант народной песни, да, И романцы, и классические романцы, и работал в театре оперном У замечательного дирижера российского, к сожалению, ушедшего от нас, Евгений Владимирович Колубов, в новую опере работал 8 лет. Вы же пели сложнейшие партии. Да, что, это нормальное явление для меня. Хотя специалисты в области народного пения говорят, Что это вообще какие-то выдающиеся дела. И народник, который может петь оперную партию, итальянскую, к примеру, да, Это, ну, такого не было еще. В общем, я единственный. Но я отработал 8 лет у Евгения Владимировича. К сожалению, он ушел. И после этого мне просто стало неинтересно в театре. Я тоже из театра ушел и продолжил работу у себя уже в центре. Организовал детскую музыкальную школу, Государственный коллектив новый и так далее. Ну, то есть, в принципе, я могу сказать одно, Что вот за эти 35 лет пришел к выводу, Что главное – это хотеть, мочь и встречаться с хорошими людьми. Всем, хочу сказать, кто занимается чем-либо, Не уповайте на то, что вам дал просто Господь Бог. Нужно трудиться и стараться быть лучшими. Если вы забиваете гвозди, вы должны забивать гвозди лучше всех на свете. И учиться у лучших людей, которые умеют это делать. Если вы поете, значит, вы должны учиться у лучших педагогов, И петь лучше всех. Да поэтому, дорогие друзья, если вы поете и увлекаетесь народной музыкой, То, конечно, вот вам пример для подражания. Можно сказать, учитель. Так что смотрим, слушаем и наслаждаемся. Поет Владимир Девятов. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Значит, это в крови где-то. Вы же москвич, родились в Москве. Как так вышло, что вы увлеклись народной музыкой, народной песней? Это не только я такой. Вот Людмила Георгиевна Зыкина, с которой мы были знакомы и встречались достаточно часто, она тоже была москвичкой. И я тоже москвич, и я не слышал народной песни, как это бывает у людей, которые живут в глубинке, чтобы они слышали от бабушки, от дедушки, от мамы, от папы. Нет, такого не было. У нас была такая семья, она и есть эта семья. Я, мама, папа и брат. Четверо нас жили мы. Отец военный у меня по образованию, он юрист. И у нас часто звучала музыка дома. У нас был, как это называлось, радиола раньше. И вот такие вот, даже не такие, а пред такие пластинки, которые разбивались, когда их роняли. Вот я с двух лет ставил на эту радиолу, и на этих пластинках они у меня сохранились по сей день. Звучали великие произведения, в исполнении великих певцов. Это Лемешев, Шаляпин, и Шульженко, и Гурченко, Людмила Марковна. И вот это вот как-то на меня повлияло в детстве. И я, ну скажем так, в самом глубоком детстве очень мне нравилось музыкой заниматься. Потом, конечно же, уже когда я был молодым мальчишкой совсем в 10 лет, меня родители отдали в музыкальную школу, я был против музыки. Значит, а потом, когда я поступил уже в военную академию химической защиты, которую я закончил, в клубе академии у нас был коллектив, ансамбль «Старый арсенал». Это начало 70-х годов прошлого столетия. Страшно сказать, сколько времени прошло. Значит, мы репетировали. У нас в клубе была база Росконцерта. И вот в клубе базировались такие люди, как Юрий Антонов, значит, с его ансамблем «Добрые молодцы», которые исполняли народные песни. Жанна Бечевская у нас репетировала. И мы, как могли, ну я лично, вместе с ребятами из ансамбля, но я в большей степени прогуливая учебу в академии, значит, получив разрешение, потому что мы имеем право на репетиции перед теми или иными концертами юбилейными в академии, мы сидели в зале и слушали репетиции этих великих музыкантов. И это как-то меня зацепило. И я стал под гитару петь народные песни. Хотя до этого вот в своем ансамбле в «Старом арсенале» мы, конечно, исполняли совсем другую музыку. Это там и «Ди Пепл», и «Грэнд Фанк», и «Джизус Крайз Суперстаф». Все это мы исполняли. А тут как-то меня оцепануло, и я попробовал, и понял, что мне как-то хорошо вот так вот. Природа-мать сделала так мою гортань, что мне удобно петь именно народные песни народным голосом. А уже потом, лет нам через 5-7 после окончания академии, меня судьба свела с Володей Винокуром, и мы были в одной компании с ним. Я спел несколько песен, он ко мне подошел, говорит, а ты, говорит, кто? Я говорю, я вот академию закончил. Он говорит, дурак ты, что ты в академии там в своих почтовых ящиках делаешь? Иди учись пению народному. И он мне подсказал, что есть Академия музыки Гнесиных, тогда это был институт, музыкально-педагогические отделения сольного народного пения, где учится Зыкина, там Бабкина уже тогда начинала, значит, подниматься. И вот я, короче говоря, пришел туда, в эту академию, и под гитару народные песни им пою. А там же в основном народ-то какой? Народ, который училище закончил, да? Они народники там, они из глубинки в основном так, да? Они знают фолк так глубоко. А я-то что, я ничего не знаю? Я знаю рок-н-ролл и народные песни в исполнении Юрия Антонова и ансамбля «Добрый молодец» с Жанной Бечевской. Но мне повезло, значит, меня прослушала народная артистка Советского Союза Нина Константиновна Мишко, руководитель северного народного хора, и сказала, говорит, конечно, это оригинальное исполнение, но у нас мужиков нету, народников, у нас одни женщины. А учились тогда Кадышева, Рюмина, Бабкина, Литвиненко, в общем, все вот звезды теперешние, да? Они учились уже на отделении народного пения, и Нина Константиновна говорит, ну, я тебя отдам, говорит, профессору своему Людмиле Васильевне Шаминой, если она тебя возьмет, значит, будешь учиться. Я встретился с Людмилой Васильевной, обаятельнейшим, профессиональнейшим человеком, она меня послушала, сказала, я тебя беру. Так я стал народником. Реченька, речушка, катерок качала, девочка, девчушка плачет у причала, Реченьке, речушке, снится синий море, у тебя, девчонка, что за горе? А над речкой облака золотые, звонким дождиком гримным, Налитые мы с тобой еще совсем Молодые над рекой споем, русская. Реченька моя, да не зрачная, Сохрани любовь и спаси ее. Реченька моя, да прозрачная, Словно небеса на грозе. Сейчас уже, когда я 35 лет отработал на народных делах, имея огромнейший опыт и знания в этой сфере, я могу сказать, что это интереснейшая культура национальная, которая, к сожалению, у нас в некотором таком информационном загоне. Вы знаете, я вам хочу сказать радостную весть о том, что на Одинцовском телевидении народное творчество ни в каком загоне, потому что, друзья, у нас сегодня народный артист Владимир Девятов с прекраснейшим народным репертуаром. Любовь мне, когда дом разливается, И зеленеют рощи по весне, И туман над рекой растилается, Ай, дача уже, любовь мне! Любовь мне, когда зоренька ясная Багрянцем отражается в окне, И блестит в куполах солнце красное, Ай, дача уже, любовь мне! И блестит в куполах солнце красное, Ай, дача уже, любовь мне! Продолжаем эту беседу у окна. На ваши концерты, я посмотрел, видел, знаю, приходят люди, оказывается, не только среднего возраста, старшего. У вас на концертах очень много молодежи. Это вот объясните мне, как это так происходит? Почему народ сейчас у нас, молодой народ, тянется к народной музыке? Это не только сейчас. Или это все-таки ваша заслуга, что у вас все-таки, оставляя, как это, народная традиция в песне, вы каким-то образом трансформируете, я не знаю, плохое слово, попсовите, что ли, но вот приближаете это к более современному звучанию. Как это? Почему? Значит, смотрите, молодежь к народной музыке всегда тянулась. Это не только теперь, потому что я уже могу сказать, почти 40 лет работаю в этом деле. Значит, важно вот что. Дело все в том, что вот уже больше 100 лет народная музыка из бытового такого состояния, когда в деревнях, на каких-то праздниках, при уборке, зимними вечерами в избах, да, при похоронах, при свадьбах, из уста в уста передавались народные песни. Это было такое аутентичное исполнение, и нот люди не знали, из поколения в поколение песни передавались, ну, и народная песня жила именно там, она поэтому и называлась народная. Но начиная с первого десятилетия 19 века, народная песня стала постепенно переходить в город, начались процессы урбанизации, да, начались и деревенское население, двинулось в города крупные, там им так казалось, вот у меня мои предки тоже, например, из Раменского района, и переезжали в Москву, и это было огромное течение. И вот вместе с этими людьми, которые приходили в города, в Петербург, там, в Москву, ну, в Самару, там, в Крупный, в Нижний, да, приходила та культура, которую они уже здесь в городах реализовать не могли, потому что не было ни уборки, ни сева, и похороны были по-другому, да, и многое изменялось. И вот тогда появились профессиональные музыканты в лице Пятницкого, да, Шаляпина, которые стали эту музыку выносить на сцену. И это были вот первые шаги перехода, того процесса перехода музыки из быта на сцену народной музыки. Сейчас это приблизительно 90% народной музыки, оно существует на сцене, а не в бытовых, скажем, параметрах, как это было там 200-300 лет назад. Значит, это первое. Музыка народная пошла на сцену. Ты лети от Волги, от Урала, Песня журавлиная моя, Проживи сто лет, Облети весь свет, Но вернись у родимые края. Какая ж песня без баяна, Какая ж ссорька без росы, Какая Марья без Ивана, Какая Волга без Руси. Песни возвращаются, как птицы, Как бы труден ни был перерет, Вновь берез листва, Мне шепнет слова, Вновь негромко сердце запоет. Какая ж песня без баяна, Какая ж ссорька без росы, Какая ж сказка без обмана, Какое горе без слезы. Второе, народная песня никогда не исполнялась под оркестры народных инструментов в деревнях, Как вы понимаете, их там просто не было. Она пелась либо акапельно, либо под гусли, Ведь гармошка появилась в России около 200 лет назад, Даже меньше, чем 200 лет назад, 1830 год. И говорить о том, что мы всегда пели под баян, мы не можем. Но песня народная жила. Потом появилась гармошка. Она легла, она появилась из Италии, из Германии. Она легла на народную душу и стала сопровождающим инструментом. Это была модернизация сопровождения народной песни на тот период. Потом появились баяны в конце 19 века. И уже под баяны стали петь. Потом появились ансамбли народных инструментов, Которые вышли на сцену вместе с певцами. Появились ансамбли, оркестры народных инструментов. Сейчас время другое. Время электронной музыки. 21 век, ну, вживую уже редко кто это, так сказать, на сцене играет. Обычно это всегда в электронном виде, с каким-то образом. Либо это завродилось еще в конце 20 века. Сопровождение музыкально и народных песен в том числе. Оно стало включать в себя электронные инструменты. Поэтому сказать, что это я придумал, нет. Это процессы естественные. Народная песня на сцене, она всегда в сопровождении, Она соответствовала тому музыкальному уху, да, которое было у зрителя. Вот привыкли под гармошку, значит под гармошку. Привыкли под оркестры, значит под оркестры. Сейчас привыкли не под оркестры, не под гармошку, А под электронные синтезаторные дела. Поэтому важно следующее понять, что молодежь, Которая обязательно должна знать свою культуру, Но она не живет в большинстве своих, в своем глубинке, да, И слушает совершенно другую музыку. Для того, чтобы эту молодежь зацепить, Музыка должна соответствующим образом подаваться со сцены. Сценография должна быть современная, не как в 80-е годы. Ну так вот смотрите, поэтому молодежь и ходит. Да, и подаете вы тоже. И я даже знаю, что мы сейчас послушаем, Конечно же, это просто шлягеры это раньше называли. Сейчас крутой трек послушаем, друзья, Который просто «Я огонь, ты вода» Это именно вот для всех поколений. Я закручу, ну а ты рассмеешься по-разному, Все с тобою у нас. Знаю, да мне все равно, Ты вернешься хоть мне нелегко, Проглуп и сейчас. Ты сразу закручилась, Не верите, но... Я огонь, ты вода, где слава, Там, где ты, там, и заслонный день и свет. Я огонь, ты вода, но... Там, где ты, там, и я, ходишь или нет, ходишь или нет. Нет, не с нами ни грусти, ни боли ведет со собой нас ниточка нить. Пусть далеко ты, но все в нашей воле обначит с тобой нас не разлучится. Ты сразу закручилась, не верите, но... Я огонь, ты вода, где слава, Там, где ты, там, и я, словно тень и свет. Я огонь, ты вода, но... Я огонь, ты вода, но... Там, где ты, там, и я, ходишь или нет. Я огонь, ты вода, где слава, Там, где ты, там, и я, словно тень и свет. Я огонь, ты вода, но... Я огонь, ты вода, но... Там, где ты, там, и я, ходишь или нет. Продолжаем. Это «Беседы у окна». Владимир Девятов в гостях. Ну вот, посмотрели прекрасный клип с Мариной. Чуть-чуть от творчества хочется отойти. Вы же многодетный отец. Ну да. У вас четверо. Пятеро. Пятеро? Пять детей. Ну я такой, я как кукушка. У меня четыре жены, поэтому и пятеро детей. Не могу сказать, что я как бы правильный в этом смысле. Я неправильный. Вы Казанова такой, мачо. Нет, я не мачо. Даже вот не скрывая ваши 63 года. Дорогие друзья, посмотрите, вот на общем плане, даже вот встречаясь сегодня, ну крути, вот разве, Даша, вот возраст, человек совершенно живет в другом, в нашем современном мире, пожалуйста, макосины, без носок. Я думаю, надо носочки надеть, носочки. Я думаю, а приехал Владимир Сергеевич, футболочка, все дела, льняной пиджачок. Дело не в этом. Вот в чем. Имея уже опыт, да, такой жизненный, я могу сказать следующее. Первое. Всем говорю это и хочу сказать. Не торопитесь никогда, никогда не торопитесь. Быстро схватились, быстро побежали в ЗАГС, быстро обвенчались, быстро рожали детей. Проверьте свои чувства. Объясню почему. У каждого из нас, у каждого, абсолютно у каждого, есть свои недостатки. Да? Конечно. Когда люди живут вместе, эти недостатки начинают проявляться. Не сразу. Сначала они убираются этим человеком, скрываются, а потом эти недостатки проявляются. Есть замечательная песня про тюбик зубной пасты, знаете, да? Ну, песня, в которой ее раздражало то, что он всегда оставил тюбик открытым. И они на этом развелись. Вот понимаете, такие мелочи есть у каждого человека, у каждого есть свои специфические особенности. Так вот, очень важно понимать, что вот эти вот недостатки, которые кажутся другому человеку недостатками и привычками у противоположного, да, они начинают раздражать, начинают расти, вырастать и в конечном итоге могут превратиться в конфликт. И, как правило, превращаются. Так что же делать-то тогда? Очень просто. Жить надо. По любви. Есть один единственный способ, который доказан уже практикой. Если люди любят друг друга, терпение дано им Богом. И они терпят все недостатки, понимая, что это любовь, чувствуя это сердцем, душой. Поэтому торопиться не надо. Надо жениться по любви. Проверяйте друг друга, чувства свои проверяйте. Главное – это любовь и уважение к ближнему. И свое «я» в семье на второе место. «Я» – это второе место. И у него, и у нее должно быть так. Не обижайте любимых упреками. Бойтесь казаться любимым жестокими. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Ради высокой любви мы обязаны Помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримую, нитью незримую наши любимые. Нитью незримую, нитью незримую наши любимые. Любовь – это главная основа, стержень отношений в семье. Ну а скажите, а вы отец хороший? Вот как вы сами себя оцениваете? Вы знаете, я не могу сказать… Гордитесь своими детьми? Я не могу сказать, что я горжусь своими детьми. Я не хочу говорить, какой я отец, потому что это не я должен оценивать. Я стараюсь помогать своим детям. Вот это единственное, что я могу сказать, независимо от того, кто там моя жена, их мама или же другая женщина. Я своих детей не бросаю и стараюсь им всегда помочь. Получить образование, получить возможность какую-то дорожку им проторить в жизни. Ну той же Марине или старшей её сестре Кате, которая уже сформировавшаяся личности. Младшие дети у меня маленькие, у меня дочери три года, а сыну 10 лет. Ну, растим. Москва золотоглавая, звон колоколом, царь-пушка державная, аромат пирогов. Конфетки-барадочки, словно лебеди-садочки, эй, вы кони залётные, слышен крик сапучка. Гимназистки румяные, от мараза чуть пьяные, Грациозно сбивают рыхлый снег с капучка. Помню тройку удалую, вспышки дальних зорниц, Твою позу густалую, трепет пышных ресниц. Всё прошло, всё умчалося, в невозвратную даль. Ничего не осталось, лишь тоска да печаль. Конфетки-барадочки, словно лебеди-садочки, эй, вы кони залётные, Слышен крик сапучка. Гимназистки румяные, от мараза чуть пьяные, Грациозно сбивают рыхлый снег с капучка. По поводу, опять же, Марины. Когда она только начинала свою карьеру певческую, конечно, ходило очень много разговоров. Ах, ну да, это же дочь, вот, вот, прославленный народный артист. И сейчас, тем не менее, я очень рад за Марину, что она нашла своё место, она доказала именно своим творчеством, своим трудом, что, да, папа когда-то помог, чему-то научил, но сама, сама, поэтому... Ну да, она трудоголик, и я, в общем-то, говорю ей, и считаю, что слишком много работает, потому что творчество – это не машина по воспроизведению звуков на сцене, это творчество. Когда у тебя 20 концертов, вот, как у неё, скажем, бывает в месяц, это просто тяжело физически и эмоционально тяжело, потому что артист на сцене, он отдаётся, он отдаёт свою энергию. Я знаю, как ей бывает трудно, она приезжает вся разбитая, и больная, и простуженная, и всё такое прочее. Но у неё такой период, период становления – это нормальное явление. «Ой, то не вечер, то не вечер, ой, мне малым мало спалось, мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделась, мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделась, мне во сне привиделась, ой, будто конь мой вороной. Разыгрался, расплясался, разрезвился подо мной. Ой, да разыгрался, расплясался, разрезвился подо мной. Ну что же, ну что же, время, время летит, бежит. Я, конечно, бы ещё и общался, и общался, но надеюсь, что вы приедете к нам ещё разочек. Пожалуйста, Алексей, нет вопросов. Я благодарю вас от души, что, встретившись вот так на улице, просто у магазина с авоськами и с пакетами, вы согласились приехать к нам сюда. Хочу вам пожелать, чтобы вы дальше тоже оставались таким же шухарным, как вы говорите, озорным, потому что артист без этого не может, молодым, продвинутым, и таким же душевным и открытым человеком. Спасибо вам огромное. Спасибо, Лёша. Я, с своей стороны, хочу поблагодарить за приглашение и сказать, что вы делаете очень правильное дело. Наша народная песня должна больше звучать на средствах массовой информации, на телевидении вы это делаете. Спасибо. Что вы в завершение пожелаете и нашим зрителям? Ну что, пожелаю. Как обычно, окончание концерта, что я могу пожелать? Будьте здоровы, счастливы и любимы. Это самое главное. Пусть вас окружают только любящие люди, и вы будете их тоже любить. Пусть эта любовь будет взаимной, теплой, и тогда у вас будут крепкие, хорошие семьи, и это главное. Главное – это семья. Вот так, дорогие друзья. Ну что же, конечно же, здоровые, хорошие, крепкие семьи нам нужны везде и в Одинцовском районе, и в Подмосковье, и по всей России, матушке. А чтобы наши семьи с вами сохраняли тепло, уют, почаще слушайте хорошие, хорошие, народные, душевные песни. Я, Алексей Лагутин, прощаюсь с вами. Напоминаю, что сегодня в гостях был народный артист России Владимир Девятов. Оставайтесь на канале ОТВ. Пока! В небе облака цвета молока Все, что вижу я, отразит река Горсточку земли слабая рука Возьмет случайно Где-то за рекой там наискосок Прямо по лугам да через лесок Тонкий голосок, тихий голосок Поют печально Матушка Россия Слезы небес в окна стучат На кого спроси я Что меня ждет, молчат 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 Никого не жду, ничего не жду На свою любовь, на свою беду Я с тобой иду, вновь с тобой иду С тоской пою я Пепер или хлеб, слезы или соль Что же ждет меня, радость или боль Матушка с тобой, милая, с тобой Еще спою я Матушка Россия Слезы небес в окна стучат А кого спроси я Что меня ждет, молчат Матушка Россия Лики и ком с неба летят А кого спроси я Что меня ждет, молчат Молчат Лена, лена, путь дорожка Пролена, лена, все широко Молчат Молчат